здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала для тех кто совсем недавно подписался и ничего про меня не знает хочу сказать меня зовут ирина я живу в германии я пенсионерка но я еще пока работаю на своем канале я пишу ролики про свою жизнь про то чем я занимаюсь каждый день и хожу на работу показываю свою работу я работаю в саду я работаю дома я готовлю дома я выставляю или выкладываю в интернет свои рецепты рецепты народной медицины которые я выучила в течение моей жизни но вот как-то так дорогие мои друзья на я хочу сообщить вам важную новость сегодня 20 марта германии официально началась весна и если у всех начинается первого марта то в германии это происходит в двадцатых числах не всегда 20 бывает до 23 вот ну с чем я вас и поздравляю весна пришла и в германию сердце хин глюк вошь эти яйца из клетки эти яйца фрайланд это шесть штук по два ойра боденхая а что такое обычные м и м покажи мне яйца так одно битые но это более-менее яйца красные 18 штук тоже крупные хорошие крупные яйца так что они стоят 339 вот это вот био аэр и они вот такие у плоские даже хорошие маленькие сегодня купила вот такие яйца я и все-таки нашла так и вот здесь у меня весы весы вы видите стоят на ноле укладываем яйцо весит на 63 грамма ну выберем сейчас покрупнее 71 грамм и все это за из одной пачки проблема возникла в том что уже полгода я не встречаю вот такое яйцо это яйцо из клетки там где куры содержатся в клетке нет боденхальтонг это значит в сарае но все равно в клетке вот ясно а сейчас я покажу те яйца которые я покупаю в другом магазине а вот сейчас я поклала или положила сверху яйца которые я покупаю в aldi и это на свободном выгуле я люблю яйца со свободного выгула а теперь видите разницу вот сейчас я положу яйцо надо сначала включить весы так весы на нуле это у нас 64 это не самое крупное а это яйцо весит 48 грамм вот об этом была речь в последних моих роликах вот 30 вместе весит 145 грамм они весят так как весят два яйца других сегодня я хочу поблагодарить всех кто сказал мне что мелкие яйца несут молодые куры дело в том что яйца в aldi я покупаю много лет и много лет обязательно те которые ходят на выгуле не где-то в сарае на полу не в клетках а вот именно на выгуле где они могут ухватить зеленую травку и так далее беру обязательно белые с белой скорлупой они были мне очень вкусные всегда я их покупаю каждый год и давным-давно была такая проблема а сейчас у нас приближается паска что на те яйца я не могла одеть вот эту пластиковую натяжку вместо того чтобы красить яйца те яйца просто не входили в эту натяжку и в прошлом году буквально появились вот эти яйца от молодых кур и их продают до сих пор причем последний раз я смотрела все виды яиц и те которые в клетке содержится и био и те которые на свободном выгуле все вот такого размера сейчас я вам покажу чем эти яйца отличаются от других я не умею разделять по классам яйца не знаю где здесь что пишется по величине как-то об этом никогда раньше не задумывалась вот ну короче так снесли одно лицо прям в эфире прямом эфире ничего сейчас уберу а сейчас возникла проблема что вот эти натяжки на яйца большие для этого яйца я боюсь что мое яйцо будет выглядеть ужасно но это главное можно попробовать на одном яйце сегодня мне удалось купить другом магазине яйца белые у них очень тонкая скорлупа будешь варить будет лопаться это тоже не очень хорошо но не в этом суть маленькое отступление вот эти натяжки я впервые увидела когда приехала в германию тогда в казахстане и в россии их не было я часто посылала своим родственникам описывая как их но применять правильно и оправляла в казахстан оправляла краску для яиц оправляла вот эти всякие посыпки на пасхи и все прочее чего сейчас я не делаю потому что во первых почти никто не печет покупают готовое очень много предприятий которые занимаются тем что выпекают пасхи но и и в россии в казахстане можно это купить это стало доступно везде ну вот как то так это про натяжки на яйца а теперь дальше про яйца но теперь про яйца очень много написали мне что эти маленькие яйца от молодей молоденьких кур я с вами согласна я не думаю что кто-то будет продавать яйцо от бентанки хотя это тоже вариант я считаю что это тоже от молоденьких кур но почему они не взрослеют уже больше чем но я считаю что около года около года я не могу купить нормальных яиц меня это особенно не затрагивало ну меньше яйца больше это ну свари на одно яйцо больше также в тесто идет обязательно больше яиц чем я клала в тесто раньше например если меня у меня по рецепту три яйца то я этих вложу кладу 4 5 штук использую потому что они действительно намного меньше но вы посмотрели сами что яйцо почти на 20 грамм на половину своего веса уступает нормальному среднему яйцо вот сделать я ничего не могу мне придется с этим смиряться и дальше когда этого было но впереди пасха пасха значит нужно будет много яиц для выпечки и много яиц для покраски первые яйца я буду красить на немецкую пасху которая у нас 9 апреля и а вот эти натяжки я купила специально у меня есть очень красивые такие с русскими орнаментами и так далее вот я купила для того чтобы их раздать немцам потому что немцы мало того что многие вот этого не знают потому что они не красят яйца в германии продается крашеное яйцо и они чаще всего купят себе десяток крашеных откуда-то со всех сторон придут еще крашенки и а ну когда я им приносила вот такие яйца в такой упаковке то они удивлялись потому что они этого не знали ну кроме этого яйцо нужно было в тесто в тесто я куплю конечно из напольного содержания не то яйцо которое но обычно беру для еды вот и этим проблема тоже решится ничего тоже в этом страшного особенно нет но сейчас я вам хочу рассказать все-таки про себя замуж вышла я еще 17 лет не девчонкой 17 половиной лет и попала немецкую семью немцы в основном жили в совхозах колхозах и занимались сельским хозяйством ну и мой муж тоже был деревенский парень который учился со мной правда на другом факультете он учился на строителя и мы познакомились как студенты еще наши студенческие годы и в эти же годы мы поженились и я приехала с ним конечно деревню и если деревенский парень был досыта сыт домашним хозяйством дома была скотина это коровы были бараны были куры гуси был огород и и мальчишки а их было четверо в семье мальчишек мальчишки полностью помогали матери управляться с этим со всем хозяйством потому что отец все время весну лето осень был на работе он работал бригадиром полевой тракторно-полевойческой бригады и у него не было времени он уходил затемно он приходил затемно все весь все домашнее хозяйство весь дом он был на плечах моей свекрови и вот тогда я начала учиться потому что я девчонка с поселка городского типа меня все время тянуло к животным и а еще маленькими девчонками школьницами лет по 10 11 там было мы бегали на ферму зима багаданская область мороз трещит снега по почти полярная ночь световой день очень короткий и поэтому мы после школы сделал уроки мы убегали туда на ферму с подружками со своими школьными подружками всем девчонки наташки большой привет убегали туда на ферму на ферме было тепло там были телята там были коровы и кони коров доели вручную доярку вот доярки вот там мы попробовали впервые доить коров мы поели телят из сосок мы поели с ведер мы помогали раздавать коровам пойло очень боялись быков быки были страшные мы их старались обходить аккуратно и я очень боялась тогда лошадей к лошадям не подходили но все это время пока мы там бегали игрались мы убирали коровьи кучки быстро скрипками ушел и подсыпали опилки мы помогали работать тем женщинам которые там работали там работало пару мужчин и в основном женщины когда была хорошая погода мы шли кувыркались на сене на соломе на сеновал такое в холодное время мы находились в помещении нас не выгоняли но когда коров подоят молоко процеживали сливали в бидон и отправляли на продажу в магазин свежее молоко молоко на севере продавали ну в летнее время всем желающим а в зимнее время продавали по талонам не то что по талонам а по справке из сельского совета продавали только детям и тем кому молоко по состоянию здоровья было необходимо и и вот зимой значит погрузив эти фляги сколько они там надаивали коров не было больше тридцати я скажу вот так на мою память ну может может до пятидесяти но не больше нет меньше наверное и ехал ну запрягали лошадь на санях везли молоко и садили нас и увозили тоже домой до дома нужно было от фермы идти около километра вот ну играли мы там с удовольствием когда мы приходили домой не знаю что думали наши мамы потому что конечно одежда пропитывалась запахом силоса запахом скота или сарая или фермы вот ну я выйдя замуж за деревенского парня я потянулась конечно к этому домашнему хозяйству если посчитать что я прожила в казахстане 20 26 лет чуть больше 28 и из них где-то около 27 лет я уже жила самостоятельно своей семьей то мы всегда держали кур обязательно держали кур мы держали коров свиней периодически были у нас овцы козы утки гуси кролики не постоянно а вот скотину и кур мы держали постоянно всегда нет один период один период коров мы не держали да но хочу что сказать что я видела яйца кур и знаю как они выглядят и какой они бывают величины кроме этого у меня был свой инкубатор я его купила когда-то назывался он не сушка нет обманываю как назывался инкубатор на сетка на сетку он назывался и он такой был пенопластовая коробка вот яйца поворачивались качались вот таким образом ну был у меня такой инкубатор и я выпаривала там в инкубаторе цыплят так что я умею принимать поросяту свиноматки случай от свиноматок с хриком всем этим занималась я сама принимать поросят откусывать им зубы делать им витамины и железо вовремя с пяти дней я начинала наливать поросятам молоко в сковородку кроме этого с пяти дней поросятам ставили красную глину древесный уголь пережаренное пережаренное зерно ячмень такой до кофейного цвета это было все им очень полезно мы старались давать им дерн обязательно с корнями потому что дерн содержит очень много железа а поросята поросята очень часто страдают от аномии поэтому им кололи железо малышам два два через определенный промежуток времени дважды им делали инъекцию железа поросятки у меня были отборные я очень их любила когда поросица свинья я их забирала всегда домой чтобы она не слышала их крик когда мы им выламываем зубки вот и они были такие розовенькие такие блестящие прям хотелось их всех перецеловать такие прям бархатные маленькие поросюшки так что все что касается яиц для меня не новое вот так держа свое хозяйство мы не знали недостатка в продуктах питания все выращивалось в своей семье в своем хозяйстве кроме этого был большой огород а растениями огородом и цветником я увлекалась всегда у меня были замечательные цветы всегда полный палисадник и пологорода цветами заросшие у меня были овощи все виды которые мне были нужны мы ничего не покупали кроме болгарского перца потому что когда сезон наступал перца его везли из Азии и продавали недорого и я его прям мешками покупала и закатывала в банки вот потому что тот перец который мы выращивали сами а я выращивала много перца он уходил между делом где-то в какие-то рецепты мы его фаршировали и ели и ну своего для того чтобы закатывать банки никогда не хватало поэтому перец покупали вот садила я в огороде все начиная от огурцов помидор баклажан перец горьким перцем особенно не увлекалась но обязательно он у меня был потому что в заготовке он мне был нужен вот картофель тоже был всегда картофель и капусту выращивала до 120 корней потому что рассаду выращивала сама а потом жалко было выбросить вот и все в этом обязательно садила арбузы и дыни в Казахстане была такая дыня она была похожа на огурец вот такая маленькая но когда она поспевала то весь двор знал что дыня поспела был такой одурманивающий аромат дыни тогда я уж ушла и искала какая из них так сильно поспела что ее нужно срочно съедать ну вот как-то так хозяйством огородом занимаюсь всегда с большой любовью и удовольствием и до сих пор хотела бы что-нибудь держать поэтому смотрю тех блогеров которые показывают маленьких поросят цыплят ну кролики у нас даже внутри одно время были кролики это у меня аллергия на кроликов показала это не сразу а через какой-то период и потом мы их просто вывели кроликов мы не едим до сих пор мы их наелись а почему наелись потому что летом большой период времени когда тепло и дома был только холодильник бирюса потом мы купили еще один дополнительный но морозилочки то там были вот такие а летом нельзя было зарезать ту же свинью или ну барана если у тебя ей предстоит какой-то праздник мы резали а вот утки куры кролики это вот был летний период мы жили на этом мясе поэтому кроликов наелись до суток баранин сейчас тоже покупаем очень редко вот и кур я вам уже об этом говорила кур и вообще птицу не люблю мой брат не ел вообще птицу никакую а я не люблю видимо у нас что-то это в семье есть такое вот ну теперь вы знаете что ирина опытная крестьянка могу обращаться могу дарить коров могу принять у коров роды могу обращаться и знаю что давать маленьким телятам и поросятам приходилось мне с этим заниматься маленькие утята маленькие гусята маленькие цыплята все это я умею знаю так что если наступит такая пора то я этого я этой работы не боюсь в этом году настораживает цена на паприку на сладкий перец она у нас в Германии доходит до 8 евро а мясо я покупаю за 4-5 евро можете себе представить так вот показала вам это яичная неразбериха ну по крайней мере сейчас нам еще на все хватает мы себя не ограничиваем мы покупаем то что нам нужно и то чтобы нам хотелось не откладывая на потом вот но с каждым днем ты замечаешь что цены растут не то что они раз их увеличили вдвое они растут с каждым днем вот сегодня у меня был такой сюрприз я пришла покупать хлеб который я покупаю уже лет 7 наверное у булочника был он всегда ну сначала он был совсем дешевый не помню потом установили цену 2,99 и вот когда начали в прошлом году прыгать цены он очень долго держался на 2,99 на своем уровне но когда я начинала его покупать он был один килограмм за боку а сейчас он 700 грамм вот вот это было уже изменение но сегодня я пришла если она в прошлой неделе покупала по 20,39 то сегодня он уже 2,49 и вот таким образом каждый день и йогурты ты можешь прийти а йогурт стоит уже на 10,20 центов больше этот рост не останавливается если нам говорят что инфляция составила восемь двенадцать процентов то это неправда потому что очень многие продукты подожрали вдвое и втрое особенно те продукты которые покупают люди почти ежедневно ну вот о себе о яйцах о ростице я не плачу многие мне пишут можешь не плакать у тебя полный гараж во дворе хочу сказать что гараж не наш этот гараж принадлежит семье моего сына там четверо совершеннолетних людей так что они все ну кроме внучки они все уже работают и получают заработную плату и распоряжаются своими деньгами не спрашивая меня вот живут своей жизнью поэтому приказывать им или запрещать что-то я даже не собираюсь они взрослые люди решают все сами так как хотят это их жизнь вот ну еще раз повторю что нам пока на все хватает ну где то уже надо придерживаться как то так дорогие мои друзья дорогие мои друзья почему не идет мой канал подскажите может быть вам просто не интересно никто не смотрит мои ролики некоторые мои постоянные подписчики пишут что у меня ролики выходят не каждый день нет девочки если у меня на канале будет какое-то окно или я не выставлю ролик то я предварительно напишу вам обязательно сообщение на канале об этом вы будете об этом знать ролики выходят каждый день без выходных и больничного листа ну вот а сейчас я желаю вам только самого желанного будьте здоровы и счастливы мирного неба вам над головой это самое главное и если бы сейчас не было предстек подстрекателей и не организовывали не проплачивали вот это вот это неразбериху нам бы всем жить было намного легче в мире дружбе и каждый бы занимался своим делом я вас всех очень люблю и до завтра мои друзья до новых волнующих встреч на моем канале всем пока 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 пока